За последние 50 лет высокие технологии позволили автопрому достигнуть небывалых высот. Автомобили становятся умнее, активно развиваются альтернативные виды топлива, а вот дороги до сих пор продолжают оставаться неизменными. Тем не менее, вскоре инновационные преобразования в дорожном строительстве смогут вылиться в нечто совершенно невообразимое и полезное для автолюбителей. От пластиковых дорог до дорожных полотен с подзарядкой для электромобилей. С вами ТОП ХАЙП и сегодня мы расскажем о новейших дорожных технологиях, которые взорвут ваш мозг. Ну и перед тем, как они взорвут ваш мозг, мы напоминаем вам, что вы можете подписаться на канал, чтобы не пропустить ядерное видео уже завтра. Ну а теперь погнали! Пластиковые дороги. Вы знали, что согласно данным Всемирного фонда дикой природы, на долю асфальта приходится 1,6 миллиона тонн глобальных выбросов углекислого газа ежегодно, что составляет 2% всей вредной эмиссии от транспортных средств. Обычно дорожное покрытие изготавливается из каменных заполнителей, таких как известняк, гранит или песок, которые связываются цементом, битумом и другими веществами. А что если заменить связующие вещества, которые являются ограниченным ресурсом, таким материалом, как переработанный пластик? В конце концов, Индия годами заполняла выбоины, используя пластик в качестве связующего вещества в небольших масштабах. К тому же это может помочь разрешить проблему загрязнения окружающей среды, ведь ежегодно в океан попадает 9 миллионов тонн пластика, при том, что реально перерабатывается лишь 9,5% пластиковых отходов со всего мира. Британский инженер Тоби Маккартни даже разработал способ превращения переработанного пластика в гранулы МР-6, которые можно добавлять в асфальт, чтобы уменьшить использование связующих веществ. Для этого потребуется 3,10 килограммов переработанной пластмассы на тонну асфальта. Этот процесс делает дорогу значительно прочнее и долговечнее, чем традиционные материалы в британском графстве Камбрия. В качестве эксперимента уже проложили новую пластиковую дорогу и теперь ее тестируют. В свою очередь голландская компания Walker Wessels объявила о своих планах по строительству пластиковых дорог, которые будут собираться по принципу конструктора Лего, где модули дорожного покрытия будут изготавливаться из переработанных пластиковых бутылок. Разработчики заявили, что пластиковые пустотелые плиты в 4 раза легче асфальта, и такая конструкция позволяет на 70% быстрее производить монтаж дорожного покрытия. Это отличная новость, ведь повреждения дорожного полотна ведут не только к появлению опасных выбоин, но и к мучительным заторам на дорогах. Пока ведется долгий и дорогостоящий ремонт. По словам Walker Wessels, пластиковое дорожное полотно требует меньшего обслуживания, чем традиционное асфальтовое, и способно поддерживать более экстремальные температуры от 40 до 80 градусов Цельсия. Кроме того, легкий вес пластикового покрытия дает меньшую нагрузку на землю. Упрощенный доступ к инженерным коммуникациям под дорогой позволяет прокладывать трубы и кабели без проведения земляных работ больших объемов. Дороги из солнечных батарей Дороги будущего будут использоваться не только для того, чтобы по ним ходить и ездить. Новые технологии позволят сделать скоростные шоссе и даже дороги в сельской местности источником экологичной энергии. Шесть пилотных солнечных дорог уже запущены в разных точках мира, от Китая до США. Скотт и Джли Брюссо представили свой проект Solar Roadways, и произошло это несколько лет назад. Их целью было превратить привычные асфальтовые дороги в шоссе, производящие энергию. Проект предполагает установку солнечных панелей на стеклянных дорогах в комплекте со светодиодами и микропроцессорами. Стекло является экологически чистым материалом, а его прочность может быть улучшена во много раз, чтобы быть прочнее стали. Стеклянную поверхность спроектируют таким образом, чтобы автомобили могли безопасно останавливаться даже при движении со скоростью до 80 км в час, как на обычных дорогах. Дороги с солнечными панелями смогут даже растопить снег в зимний период, а их солнечная энергия будет мощным источником электричества. Опытный участок такой дороги проложили в 2016-м в городе Сэндпойнт, штат Айдаха. Недавно разработчики сообщили на Фейсбуке, что у них есть предложение на сотрудничество в Южной Корее, Арабских Эмиратах, Австрии и Австралии. Новая полномасштабная солнечная дорога открылась во Франции в конце 2016 года. Это шоссе через французскую деревню Турувро-Перш протяженностью в 1 км. Оно полностью вымощено солнечными плитами в количестве 2800 штук. Производимой энергии хватает, чтобы питать уличное освещение во всем населенном пункте. В США на границе Алабамы и Джорджии также появился участок с шоссе с солнечными панелями. Участок дороги длиной 29 км объединяет несколько инноваций, включая питаемую от солнца станцию для зарядки электромобилей. Нидерланды, страна, известная как одна из самых велосипедных в Европе, доказала, что дорожные солнечные панели удобны не только для шоссе. Их можно использовать и для велодорожек. Одну такую инновационную велодорожку построили в городе Краменье. Как признаются велосипедисты, они не замечают никакой разницы между солнечной обычной велодорожками, при этом вырабатываемой дорожным полотном энергии. В 70 кВт в час на 1 квадратный метр хватает, чтобы обеспечить энергией три жилых дома. Как признаются разработчики проекта инженера компании TNO, это даже больше, чем они рассчитывали. Светящиеся дороги В связи с огромным прогрессом технологий в автомобильной отрасли важно также отметить роль дорожной разметки. В плохих погодных условиях или при слабом освещении водителю становится трудно различать традиционную разметку. Это может скоро измениться. В Нидерландах на небольшом участке автодороги на шоссе N329 в Оссе уличные фонари были заменены на светящиеся в темноте линии разметки. Это простое, но эффективное новшество, придумал дизайнер Даан Рукзарт. Маркировку выполняют краской, которая содержит фотолюминесцентный порошок. В течение дня дорожные полосы поглощают солнечный свет, а ночью излучают его обратно. Практика показала, что они светятся почти 8 часов каждую ночь, помогая водителям ориентироваться в темноте на автотрассах. Кроме того, такая технология решает проблему недостатка или полного отсутствия фонарей, особенно на дорогах с низким трафиком. Рукзарт также стремится создать дорожную, предупреждающую разметку на основе термочувствительной краски, благодаря которой предупреждающие знаки или надписи должны начинать светиться при падении температуры, сообщая водителям об обледенелом участке на дороге впереди. Подобная технология уже внедряется для создания светящихся велосипедных дорожек и небольших участков автотрасс. Интерактивный свет. Кроме вышеизложенного способа освещения автомобильных дорог, была предложена еще одна новая технология, которая заключается в использовании датчиков движения. Интерактивный свет работает в таком режиме. Когда автомобиль приближается к определенному участку дороги, датчики движения освещают только эту часть дороги. Свет будет становиться светлее, когда автомобиль приблизится, а потом станет медленно угасать, когда машина пройдет этот участок дороги. Интерактивный экономичный свет идеально подходит для автомобильных дорог, на которых нет интенсивного движения автомобилей. Ветровые фонари. В отличие от интерактивных огней, ветровые фонари будут подпитываться электричеством от штырей для выработки электроэнергии. Принцип работы такого ветрового фонаря состоит в использовании силы ветра от проезда автомобилей, которая преобразуется в электричество. Его можно использовать для освещения дорожного полотна, так как для нормальной работы фонаря необходима сила ветра. Ветровые фонари будут светить только по мере прохождения автомобилей на участке дороги. Роторные генераторы будут установлены на обочине дороги, чтобы постоянно освещать дорогу проезжающим автомобилям. Незамерзающие дороги. Обледенение – серьезная проблема для автодорог, взлетных полос и мостов. На борьбу с этим тратят огромные деньги. Однако недавно появилось решение этой проблемы. Металлическая решетка под слоем асфальта, которая благодаря сенсорам предскажет появление снега или льда и за считанные минуты нагреет полотно. Коммунальным службам не нужно будет выезжать на место. Автомобилисты смогут безопасно проехать в любую погоду. Этот дополнительный слой для прогревания асфальта разработала израильская компания Sun High Tech. На новых дорогах решетку с сенсорами, управляющей электроникой, просто разматывают из рулона, укладывая ее поверх на асфальт. Она уже введенных в строй магистралях инженеры хотят использовать аналог гравировки. Машина прорежет нужный рисунок, куда уложат элементы отопительной системы. Создатели уверяют, что в дальнейшем система почти не требует обслуживания. Алгоритм самостоятельно сопоставит данные о температуре полотна с прогнозом погоды, учтет нагрузку на энергосеть и начнет нагревать покрытие, если это необходимо. Систему уже испытывали при температурах до минус 50 градусов в Канаде. Там ее интегрировали в несколько второстепенных дорог, парковки, подъездные пути, а также спортивные площадки. Sun High Tech считает, что наиболее полезным такой апгрейд будет на съездах с трасс, а также на мостах, для которых лед и снег означают дополнительную нагрузку. По статистике, в снегопад и гололед именно здесь происходит больше всего аварий. Свою систему Sun High Tech называют Snowless и надеются вывести покрытие на рынок в 2021 году. Самовосстанавливающиеся дороги. Великобритания ежегодно тратит несколько миллиардов долларов на ремонт и техническое обслуживание существующих бетонных конструкций, в том числе и дорог. Но что если бетон сможет восстанавливаться сам по себе? Так называемый «умный» бетон – это смесь, которая содержит бактерии, содержащиеся в микрокапсулах. При попадании в трещину воды происходит реактивация микроорганизмов, которые при пробуждении выделяют кальцит – известняк, который затягивает повреждения до того, как вода и кислород разъедают стальную арматуру, расположенную внутри конструкции. По оценкам разработчиков, самовосстанавливающийся бетон сократит эксплуатационные затраты на 50%. Электрический приоритетный переулок. Еще одной интересной идеей разработчиков является новая технология Electric Priority Lane, которая предоставит водителям уникальную возможность заряжать свои электрические автомобили на ходу. Для этого им лишь стоит проехать по правой полосе дорожного полотна. Приоритетную линию индукции. Встроят магнитные поля, которые будут заряжать автомобиль, когда он находится в пути. Это особенно полезно для стран, на чьих дорогах много электромобилей. А в ближайшем будущем они будут везде. К 2050 году это станет повсеместно. Реализация такой инновационной технологии гарантирует, что владельцам электрических автомобилей не понадобятся зарядные станции. Они смогут заряжать свои авто, не отвлекаясь на поиск заправок. Ну а в комменты напишите, какие дороги в вашем городе. Будет интересно почитать ваши комментарии. Ну а если интересно было вам, то ставьте лайк с вертушки, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить все самое крутое уже завтра. Спасибо за просмотр.